Перевел и озвучил Кузьма Филимонов исключительно в образовательных целях. Большое спасибо и добрый вечер. Я догадываюсь, что многие из вас могли бы счесть умение импровизировать в теле Моцарта в действительности настолько же редким и бесполезным, как умение импровизировать стихи в ямбическом пентаметре. Без сомнения, были времена, когда оно переживало свой расцвет, и демонстрация этого искусства могла развлекать и даже изумлять, но область его практического применения кажется, так сказать, иллюзорной. Я надеюсь изменить ваше мнение сегодня вечером. И чтобы добиться этого, я могу пообещать, что этот вечер закончится живой импровизацией. Но что мне хотелось бы сделать, это смешать рискованность экстемпорального самовыражения в музыке с предоставлением вам подробного бэкграунда в документальных доказательствах, которые у нас имеются, о центральном месте импровизации в творческой персоне Моцарта. Некоторые из вас, возможно, знают, что Моцарт импровизировал свои каденции в фортепианных концертах, что он часто импровизировал украшения в своих пиесах, которые он самолично исполнял, и что ни один публичный концерт Моцарта не мог считаться полноценным без отдельно взятой сольной импровизации. В самом деле, существует знаменитый отрывок из одной из первых биографий Моцарта, написанной Францем Нимичеком, в которой он говорит, «Мы не знали, чем следует восхищаться больше, сочиненной музыкой или же красотой того, как она была исполнена, но когда Моцарт в конце наградил нас 20-ти минутной импровизацией, мы были поистине зачарованы». Конечно, мы не можем это услышать, но мы можем кое-что узнать о природе Моцарта как импровизатора. Итак, без дальнейших промедлений я начну предъявлять некоторые доказательства, большая часть из которых будет представлена в форме репродукций моцартовских манускриптов, которые всегда довольно занимательны для изучения, поскольку он пишет преимущественно с изяществом и только иногда неряшливо. Давайте сперва перейдем к слайду под номером 2. Я бы хотел показать вам, что это очень странное музыкальное произведение. Собственно, я играл его на BBC, на моцартовской оргии в прошлом году. Рукопись, которую вы видите, очевидно полна очень быстрых пассажей. Однако, эта пьеса написана не Моцартом, это его записи, сделанные в возрасте 16 лет. На самом деле, это детально проработанные украшения пьесы, написанные кем-то другим, до сих пор не опознанным. И эта рукопись показывает, что Моцарт в качестве творческого упражнения выписывает своеобразные украшения, которые он стремится применить к своим собственным, а также чужим сочинениям экстемпорально. И, что интересно, я сыграю для вас небольшой фрагмент, чтобы вы могли ее распробовать. И я думаю, вы согласитесь, что это совершенно точно не пьеса в моцартовском стиле. И так далее. У нее однозначно характер 18 века, но звучит совсем не похоже на мастера из Зальцбурга. И, что интересно, это пьеса из двух частей. И когда вы доходите до конца первой половины, я попробую посмотреть, будет ли эта штука работать. Меня предупредили, что указка недостаточно яркая, и кажется, это на самом деле так. Я даже не вижу... Что ж, давайте попробуем что-нибудь другое. Если вы посчитаете строчки сверху вниз, они сгруппированы попарно. На четвертой строчке есть первый такт, и если вы посмотрите внимательно, вы увидите двойную черту со знаками репризы. И этот такт я вам сейчас сыграю. Довольно очевидно, что левая рука написана так, чтобы сделать переход на вторую часть. Но это не сработает, если вы будете соблюдать повторение, которое тут обозначено, поскольку получится вот что. Это побудило людей думать, что Моцарт совершил ошибку, и нам необходимо придумать первое завершение, а затем второе завершение. Первое завершение, которого тут нет, приведет нас в начало. Эти люди упускают суть. То, что Моцарт выписывает здесь, это, безусловно, не полная композиция, а только украшение повторений. И, следовательно, когда он играет первую часть за вторым разом, его украшения соединятся со вторым неукрашенным разделом, который тоже будет повторен уже с украшениями. Итак, требуется немного филологической интуиции, просто чтобы понять смысл некоторых из этих документов. В общем, как вы видите, на этой странице очень много 64-х, и это демонстрирует, что Моцарт практически превосходит сам себя в изобилии его воображения. Давайте сейчас перейдем к следующему изображению, пожалуйста. И здесь мы будем лицезреть работу из периода моцартовской зрелости. Это вторая часть сонаты для фортепиано до минор, написанной для Терезы фон Трапнер. И эта рукопись показывает нам, что один из наиболее глубоких подходов для рассмотрения бытования импровизации в музыке того периода заключается в этом ключевом различии между знатоками и любителями. Любителями в лучшем смысле этого слова. Это хорошо обученные музыканты, под руководством отличных учителей, но без этой выдающейся искры креативности. И это различие было четко очерчено еще в 18 веке, задолго до того, как на сцене появился Моцарт. Многие из вас вспомнят, что один из баховских сыновей, Карл Филипп Эммануил Бах, написал ряд сонат для знатоков и любителей, подразумевая, что сотрет границу между экспертами, обладающими глубоким чувством и воображением с одной стороны, и теми, кто был хорошо обучен. Карл Филипп Эммануил Бах также написал несколько сонат с варьированными репризами. И в этих пьесах он предлагает следующее. Обучать людей искусству орнаментации при повторениях, посредством устранения реприз и выписывания их всех с подобающими украшениями. Понимаете, опыты 16-летнего Моцарта могут быть поняты в контексте идеи сонат Карла Филиппа Эммануила с варьированными репризами. Когда он пишет эту сонату, он записывает ее непосредственно, не думая о потребностях его талантливых учеников, но скорее записывает ее так, как он бы пользовался ей в процессе выступления. И вы можете задаться вопросом, в чем же разница? Что ж, давайте взглянем. Это довольно хорошая репродукция этого произведения. И если вы взглянете на нее, вы очень ясно увидите методику его письма. И снова, если вы посчитаете скобки, объединяющие пары строчек, и спуститесь к четвертой из них, вы заметите, что он пишет следующее. Кстати говоря, те из вас, кто интересовался, откуда Бетхоин взял идею для второй части своей патетической сонаты, что ж теперь вы знаете? Бетхоин делал это с завидной регулярностью. В сущности, это была его дань уважения Моцарту. Внутри этого разрыва мы видим типичную для Моцарта запись. Дакапо от начала семь тактов. Дакапо здесь по-итальянски, и он пишет латинскими буквами. Семь тактов по-немецки, и он использует немецкую запись. Дакапо зибн тект. И что он подразумевает, что нужно вернуться в начало и сыграть главную партию этой части. Тюн of the movement... Моцарта запись. Моцарта запись. Моцарта запись. Моцарта запись. Итак, поскольку Моцарт умер до того, как эти пьесы были опубликованы, и поскольку они не были написаны для его учеников, два повторения этой главной партии, когда они позже появляются в пьесе, следуя этому предписанию, наборщик текста послушно воспроизвел тему в точности так, как она звучит в начале произведения. Мы, глядя на эти напечатанные, ноты предполагаем, что Моцарт желал, чтобы при повторении эта тема звучала дословно без малейших изменений, все три раза, потому что так он ее записал. Но здесь вы видите, что он ее так не записал. И мы переходим к замечательному различию между подразумеваемым и обозначаемым на письме. Он, очевидно, обозначает повторение темы. Но что подразумевается под этим? Оставим этот вопрос подвешенным ненадолго, поскольку я также хочу отметить, что на предпоследней строчке, в последнем парте, есть соединяющие пассажи, которые очень легко набросаны и довольно нечеткие. Мы скоро увидим значимость этого. Можем вам видеть следующий слайд, пожалуйста. Это продолжение той же части. И вы заметите, что оно обрезано, потому что я не воспроизвел лист целиком. Но в конце второй партой строчки вы можете снова увидеть «Дакапо». И снова Моцарт воздерживается от переписывания начальной темы и просто оставляет под нее пространство. И далее, как вы видите, там стоит большой диез в начале третьей строчки. И это сигнал, говорящий вам перескочить сюда после исполнения начальной темы. Итак, здесь две призы в дополнении к первичному проведению темы, но Моцарт их не выписывает. Если мы проследуем немного вперед и посмотрим прямо вот «Дакапо», которое вы видите справа между третьей и четвертой строчками, вы увидите следующее. Там написано «Себи-моль в правой руке», который спускается к ноте «Соль» в левой руке, и между ними забавная изогнутая линия, как лидер, которая как бы и соединяет вот так. Я прошу вас запомнить этот отрывок. Итак, он преподавал эту сонату, к счастью для нас, молодой женщине, которой он в конечном итоге посвятил сонату Терезе фон Тратнер. И Тереза фон Тратнер была любителем, не знатоком. И ей требовалось то, что мы в Америке называем «шпаргалка». Ей нужно было, чтобы ей сказали, что делать в повторении в этих пьесах. Или даже, давайте так, ей бы потребовалось знать, что делать, если бы это был случай, в котором эти репризы не должны были быть сыграны идентично первому проведению. Итак, давайте снова перейдем к предыдущему слайду, пожалуйста. Просто чтобы вы могли вспомнить, как эта тема звучала в первом проведении. Вы уже заметили, что там звучат небольшие украшения. Небольшое количество украшений будет звучать креативно в контексте произрастаний из исходного неукрашенного импульса. Но если вы затем воспроизведете мелодию с точностью, как она представлена здесь, два раза подряд, это будет означать, что воображение застыло и из-за повторения звучит неубедительно. Потому что это уже не креативно. Сейчас давайте пропустим второй слайд и перейдем к третьему импульсу. И здесь мы с вами видим лист нотной бумаги, вложенный в манускрипт «Сонаты Домино». И в верхней части вы видите по-немецки при первом повторении темы. И если затем вы спуститесь на две строчки вниз, то там написано «Поторение в первой репризе». То есть он выписал украшения, исполняемые в каждом из повторений этой темы. И вы заметите, что она отлична от оригинала. И так далее. В то время как второе проведение звучит. «Поторение в первой репризе» Как вы можете видеть, это по-настоящему вариативный подход к орнаментации. И вы понимаете, насколько драгоценным является этот документ. Он помогает нам осознать, что если Моцар пишет «Док Капо 7 тактов», он имеет в виду, что должна быть повторена сущность, но внешнее воплощение должно быть углублено украшением. И все трактаты единодушной музеи, что предназначение украшений в том, чтобы именно углубить выразительность пьесы, и не чтобы выпендриваться виртуозностью ваших пальцев. Если бы это была вся полнота моцартовского наследия с точки зрения орнаментики в этой пьесе, этого было бы абсолютно достаточно. Но в действительности есть еще. Давайте перейдем к следующему слайду. Есть аналогично вложенный в рукопись сонаты снедующий лист, и он проименован «Вариацией». Это другой набор украшений, отличный от того, который мы только что видели. Он пересекается с ними в какой-то степени, но одна из вещей, которая особенно увлекательна, если вы присмотритесь, вы увидите изобилие динамики, пиано-форты, которые также отсутствовали в манускрипте этой сонаты, или в предыдущих предлагаемых украшениях. Из чего выходит, что динамическая окраска — это такая же часть украшений, как и добавление нот. Итак, мы видим здесь. И еще раз. И так далее. Если присмотреться, выглядит так, словно там много нот, однако просто... Одна шестнадцатая яркая, другая... Тихо. Очень детально разработанные украшения. Затем мы видим номер два, и это второе повторение. И так далее. Но что мы также видим на этой странице, это номер три. И под номером три он представляет наибольшую часть украшений для финального раздела пьесы. То время, как ранее мы слышали... Теперь у нас внезапно появляется... Даже выход орнаментирован. Итак, два этих документа, взятых вместе, показывают нам очень многое, если угодно, лежащее между строк. Украшения занимают неотъемлемое место в моцартовской способности, так сказать, вытряхивать музыку из рукавов, импровизируя. Чем он, несомненно, пользовался? Он пользовался этим, естественно, в исполнении сольных сонат. Но помимо того, как вы можете догадываться, в ярком мире фортепианных концертов. Одно из интересных открытий, которые мы делаем в фортепианных концертах, это то, что оркестр и солист обмениваются темами, одинаковыми темами. Пианист может играть первым, а оркестр может отвечать ему эхом, например. Могли бы мы сейчас перейти к слайду номер 11? Пожалуйста. На нем мы увидим отрывок из главной партии концерта, исполнения фортепиана. На что оркестр отвечает? Ну, не знаю, как вам, но мне кажется, что обычно солист получает больше, чем оркестр. И солист должен играть очень важную роль, где виртуозность выходит на передний план. И кажется довольно странным, что солиста по степени воображения обыгрывает оркестр. Если в действительности оркестр оказывается более креативным в украшении мелодики, то, возможно, стоит уволить солиста. Но я думаю, на самом деле, Моцарт писал эти концерты для персонального использования и не нуждался в выписывании орнаментированных версий темы, когда она повторяется, поскольку он бы сыграл, как он писал в письме к своей сестре, первое, что придет к нему в голову. В то время как оркестр, который, кстати, во времена Моцарта преимущественно читал с листа, они бы играли только то, что им сказали. Так что если Моцарт играет на фортепиано, на что оркестр отвечает? Вам следует думать, что-то не так с этой картиной. Но на самом деле, все правильно, если вы понимаете язык моцарковской нотации как личных набросков для себя самого. Это каркас. В то же время, оркестр нуждается в подробных указаниях, что делать. Одно из доказательств, которые мы имеем, того, что оркестры не репетировали, если кто-то из вас видел, как выглядят оркестровые партии в оркестровых нотах, то он знает, что там либо пронумерованы такты на протяжении пьесы, и дирижер может сказать «такт 225, пожалуйста», или там бывают буквы, тогда говорят «начнем за 6 тактов до буквы «Б». Но фактически в партиях этого периода нет ни букв, ни цифр. Так что, если пьеса останавливается, нет других вариантов, кроме как начать с самого начала. Поэтому интересно было бы послушать некоторые концерты в те дни. Они могли бы быть очень-очень авантюрными. Сейчас я бы хотел перейти к слайду, насколько я помню. Следующий будет номер 12, пожалуйста. И здесь мы снова оказываемся в мире фортепианных концертов. Это ре-мажорный фортепианный концерт К-451, медленная часть в соль-мажоре. И в облике оркестровой партитуры я должен отметить, что моцартовское расположение инструментов несколько отличается от того, которое принято сегодня. И для того, чтобы понять смысл того, на что вы смотрите, помните, что верхние три строчки, те, что с восьмыми, это первая, вторая скрипка и альт. Под ними соло флейта, соло гобой и соло фагот. Затем идет пустая строчка, две строчки фортепиана, четвертая и третья с конца, и ниже идет оркестровый бас. Это весьма интересный порядок инструментов. Это не про импровизацию, но я просто хотел указать вам на это. Когда Моцарт пишет пьесу с трубами и барабанами, барабаны появляются прямо над фортепиано, а виолончельный бас появляется прямо под ним. И на каждой строчке на протяжении всей партитуры, где он не прописал виртуозные соло, обязательную часть для солирующего фортепиано он пишет играть гармонию с басом, указывая, что солист играет постоянное сопровождение к оркестру. Держите в уме ударные, фортепиано и бас. Все вместе. Можете вы подумать о другом жанре, гораздо более близком к нам, который использует ударные, фортепиано и бас вместе. В сущности, единственный инструмент, которого не хватает, это гитара, это то, что в джазе называют ритм-секция. И это так показательно, что Моцарт сгруппирует эти инструменты вместе, потому что фортепиано играет, как Каунт Бейси и Дюк Эллингтон, играющие небольшие рифы, пока все трубачи, что есть мочи, выдувают медь. И вы знаете, слушая этот риф от Бейси, что рано или поздно он начнет солировать. Моцарт создает на знакомом ему языке кварталов Вены 1980-х нечто, у чего есть своего рода неочевидная параллель с языком кварталов Гарлема 1930-х и 40-х. Я не думаю, что это натяжка воображения, и мы видим иконографически, что так оно и есть. И в этом отрывке, который мне бы хотелось назвать фортепианным речитативом, вы увидите, что у фортепиана довольно схематичная мелодия, аккомпанированная этими пульсирующими восьмими струн. Это очень характерный способ выражения для него, и он впервые применил его в ре-мажорном концерте. Он затем делает это в ре-мажорном концерте. Он снова делает это в коронационном концерте. Он повторяет это в финале си-мажорного концерта. Итак, вы видите, это оперно-разговорный тип выражения. И что меня поражает, не ранее, чем Моцарт послал копию нот в Зальцбург, чтобы его сестра могла их выучить, и мы не раз помянем добрым словом его сестру до конца этого часа, поскольку она оказалась ключевым кусочком доказательства моцартовской импровизационной активности. Как только она увидела ноты, она написала брату и спросила, «Мне кажется, или здесь чего-то не хватает?» Она никогда не видела такой пьесы, но она не могла поверить, что Моцарт мог написать нечто, как мы бы сказали, настолько набросочное. Моцарт, мы переходим к следующему слайду, пишет в ответ и говорит, «Скажи моей сестре», пишет он своему отцу, «что она совершенно права и чего-то не хватает в меморе-мажорном концерте. Я исправлю это как можно скорее и вышлю вместе с каденциями». Заметьте, он пришлет ей каденции. Почему? Поскольку ей, как и Терези фон Трапнер, нужна шпаргалка. Она не способна импровизировать. В другом письме Моцарт говорит, «Мне очень жаль, что я прислал каденции столь поздно, но видишь ли, когда я играю эту музыку, я играю первое, что приходит мне в голову». Следовательно, те, кто говорят, что Моцарт написал каденции к его фортепианным концертом для собственного использования, однозначно неправы. Если Моцарт может импровизировать фантазии и вариации и тому подобное на потеху своей публике, безусловно, полутораминутная каденция точно была в рамках его способностей. И очень показательно, что единственное исключение, каденции к его концертам всегда выписаны на отдельных листах бумаги. Одно исключение — это К4 ле-мажорный концерт, и присутствие каденции внутри оригинала рукописи, как мне кажется, указывает абсолютно точно на то, что эта пьеса была написана для исполнения кем-то другим. И до истечения этого часа вы узнаете, кто же это был. Итак, это не не рукопись, это копия того, что Моцарт прислал. Вы слышали непреукрашенную версию мгновением ранее. Вот другая версия, которую он прислал ей. Так что в следующий раз, когда вы услышите, что кто-то играет ременом на концерт, вот так. Я думаю, вы должны быть немного раздражены, что вам продали обрезанную версию. Хорошо. Я только что упомянул К488. Давайте перейдем к слайду номер 19. И здесь мы видим этот довольно необыкновенный документ. Это воспроизведено из критического очерка новое издание Моцарта, издательство Беран Рейдер. И вы видите в правом нижнем углу отметку Кехель 488. И слева от нее вы видите печать Королевской библиотеки Берлины, которая позже стала прусской государственной библиотекой, что почти наверняка является самым сложно произносимым названием библиотеки где-либо в мире. Государственная Берлинская библиотека прусского культурного наследия. И документ показывает, а это орнаментированная версия второй части К488, хранящаяся в Берлинской Королевской библиотеке. А если она хранится в Берлинской Королевской библиотеке, мы можем быть практически уверены, что оно происходит из наследия моцартовского имения. И предположительно, Моцарт обладал этими украшениями своего фортепианного концерта, написанными кем-то другим. И в тот момент, когда это было напечатано в новых изданиях Моцарта, в критической статье личность автора была неизвестна. И они воспроизвели всю рукопись, в которой, как вы видите, три строчки объединены крылой скобки. И в каждом случае вторая и третья строчки это Моцартовская фортепианная партия, как он написал ее в своем автографе. Абсолютно без украшений. Первая из трех строчек содержит довольно выдающиеся терапсодические украшения, достаточно зависимые от хроматических ладов, но пропорции нот на верхней строчке в сравнении с тем, что вы видите под ней, достигают практически критических значений. показательно, что манускрипт начинается не с начала части. Следовательно, предположение, что это первоначальное соло, душесчипательное в исходном виде, не должно было быть украшено. Орнаментика начинается во втором проведении. Не сразу, а сейчас вот первый такт, где мобильтска звучит это. Думаю, мы все узнаем это. И, возможно, многие из вас слышали этот отрывок, сыгранный именно в таком виде. Позвольте мне сейчас воспроизвести то, что мы видим на этой первой строчке. Субтитры создавал DimaTorzok и так далее. И вы скажете, это же просто ужасно. Я имею в виду, какой вообще смысл это играть. Давайте перейдем к следующему слайду, пожалуйста. И мы видим затем... И вы скажете, эй, а это очень даже неплохо. Давайте проследим немного дальше, и мы перейдем к повторению. Это предпоследняя строчка. Следующий, пожалуйста. И я такой, подождите секундочку. Это же правда довольно хорошо. Что ж, я не стану более затягивать. Около 15 лет назад личность человека, написавшего это, была раскрыта. это рукопись Барбара Плоэр. Барбара Плоэр была ученица Моцарта по композиции и фортепиано на протяжении нескольких лет в Вене. Он сочинил для нее и посвятил ей ми бемоль мажорно концерт номер 14К449 и соль мажорный концерт К453. И по очевидным причинам кто-то может подозревать, что этот концерт скорее всего был написан для нее. Зачем, иначе она выписывала такие украшения? И кто-то из вас может сказать, что качество того, что вы сейчас увидели, в конечном итоге недостаточно значимо, чтобы придать этому документу правомощность. При прочих равных я бы сказал, что если вам так кажется, то я думаю, что вы неверно трактуете эти свидетельства. Важность этих свидетельств не в качественных показателях, а в количественных. Барбара Плойер, даже будучи студенткой Моцарта, не обрела гениальности. У нее не было перспективы 200 лет, которые располагаем мы для того, чтобы получить понимание, что такое Моцарт, а что нет. Но в одном мы можем быть абсолютно уверены. Она бы не писала украшения с 64-ми нотами, когда Моцарт хотел четверть из точками. Она слышала, как он играет, она у него училась, и что нам передает этот документ, это огромное количество украшений, которое, само собой, разумелось. И что нам это показывает, и я нахожу это удивительным, что когда мы сравниваем музыку Моцарта, как она, вероятно, исполнялась, с музыкой Шопена, который преклонялся перед Моцартом, и чьи записанные ноты наполнены каскадами, так сказать, взбитых сливок. Мы осознаем, что количество украшений в этих двух примерах могли быть значительно ближе, нежели мы подозревали. Единственная разница в том, что в одном случае это выписано и зафиксировано навечно, а в другом случае это более изменчивая вещь. Итак, снова отношение между знатоками и любителями, между центральной ролью моцартовской импровизации, как часть его концертов, проявленной документом. Если бы только у нас были записи, да, но документы говорят нам вещи, которые мы могли бы и не заметить. А сейчас могли бы мы перейти к 28-му слайду, пожалуйста. Это отрывок из последней части моцартовского К-482 22-го фортепианного концерта. И снова, как и ожидается, вы можете видеть, что партия фортепиана третья и вторая строчки от баса внизу, струнные вверху, а духовые в середине. И как вы видите, там разложены октавы. Это чрезвычайно виртуозный и очень требовательный отрывок. Вы увидите, что произойдет на второй странице, когда я до туда доиграю, я вам просигналю, чтобы вы знали, когда это случится. Следующий слайд. У меня дома есть запись, на которой солист реально играет только это и ничего более. но, к счастью, в наши дни люди воспримут человека, который сделал такое, как балансирующего на грани гротеска. Очевидно, Моцарт хотел арпеджирование трезвучий, и ему нужно было схематично их записать, чтобы вспомнить, что он намеревался их сыграть. Но это не единственно верный способ, которым должны были быть сыграны трезвучия, поскольку, если вы просто начнете, у вас кончатся клавиши на фортепиано, так что он должен быть фигурирован с некоторым мастерством, и так далее. Требовалась некоторая подготовка, и Моцарт, очевидно, себе доверял. И мы видим во многих из этих концертов такие вот белые пятна. Он прибегает к сокращениям. Он запишет. Когда, очевидно, звукоряды должны продолжаться. Иногда он решает не выписывать разложенные октавы. Он пишет. Когда, очевидно, а я должен сказать очевидно, потому что никто этого не делает. Я думаю, явно, что он этого хочет, потому что он начинает играть, прежде чем превращает в сокращение. Или... Видите? Очень странно, что в единой мелодической линии внезапно появляются октавы. Но не странно. Если вы раскладываете октавы. Итак, в изучении этих концертов поистине велика роль филологического анализа. С его помощью перед вами может открыться много интересного. Можем мы перейти к 45-му слайду, пожалуйста. Здесь я собираюсь погрузиться в мир каденций, поскольку это та область, в которой большинство людей принимает тот факт, что Моцарт сочинял их экспромтом. Но, тем не менее, он выписывал каденции для своих учеников и для своих современников. И, конечно, здесь перед нами соль-мажорный концерт, второй концерт для Барбары Плойер. И, что я сделал здесь, это довольно сложно прочитать, что я сделал, так я прошелся по всей каденции и идентифицировал каждый такт в пьесе, соответствующий отрывку в части, откуда Моцарт украл эту идею. И, что вы можете видеть без моего исполнения этой каденции, что первые два такта происходят из такта номер один, а третий и последующие такты, взятые из такта триста одиннадцать. А на следующей странице следующая линия это такт номер шестьдесят. И затем такт сто шестьдесят два, затем двести пятьдесят четыре, и потом сто пятьдесят три и сто восемьдесят четыре. Таким образом, это фантастический головоломный пазл, в котором он деконструирует пьесу и встраивает короткие идеи внутрь основной драматургической структуры, которая довольно стабильна во всех его концертных каденциях. И это создает совершенно особенный эффект. Поток сознания, в котором он порхает повсюду, создает у нас впечатление, что пьеса была выдумана сейчас, прямо на ходу. Хватая кусочки с общего стола, он берет пару клетцок оттуда, немного говяжьей грудинки отсюда, и немного курятинки, и может куриного пирога. Он выбирает и воссоздает сам себя. И ощущение разрывов непрерывности в материале вызывает достоверность импровизации. Мы должны предположить, что такое заимствование оттуда и отсюда было тем, на что Моцарт был более чем способен. Но еще раз, мы должны быть настолько бесконечно благодарны, менее талантливым, чем он, без которых мы бы об этом даже не подозревали. Остается шесть концертов Моцарта для фортепиано, для которых у нас нет каденций. И какие-то музыканты будут исполнять, допустим, в рейминорном концерте бетховенские, довольно выдающиеся сочинения. Но Бетховен уже из другого поколения, и каденции Бетховена не придерживаются базового принципа, который занимает центральное место в моцартовских каденциях и не нарушается ни разу. Он следующий. Ни одна каденция Моцарта не переходит в другую тональность. Никогда. И если вы скажете, а как же вот это? Использует до-квинт-аккорд, можно сказать. нет, 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 нет. Если у вас, предположим, прерванный оборот, он просто взят из вашего мира. Это окраска внутри основной тональности. Если бы вы показали мне до-квинт-аккорта соль-мажор, это было бы другое дело. А Бетховен делает это. Бетховен разбивает этот барьер. И когда этот барьер разбит, каденция может свободно модулировать в любую тональность любой степени дальности. Изначально идея каденции как таковой, которая предназначалась для голоса и должна была быть исполнена на одном дыхании. Каждый трактат критикует певцов, которые брали более чем одно дыхание, чтобы спеть каденцию. Да, конечно, пианист не имел подобных ограничений и мог играть как угодно. Но если вы модулируете ожидание на неустойчивости и разрешение, если вы в другой тональности, то как аудитория вспомнит, в какой тональности они были, и они ждут, когда оркестр вступит с этой трелью, только Моцарта заботили эти вопросы. Моцарт был единственным, кто взял аристотелевскую концепцию единства времени вместо и действия и выявил следствие, что его оперы должны начинаться в той же тональности, в какой они закончатся, и они должны завершаться в тех же тональностях, в которых начинались. Что означает, что действие оперы происходит в течение 24 часов, это подчеркивается таким образом. Да, это правда, что вагнеровские Лоен Грин и Маэстер Зиндер тоже работают так, но только эти две его оперы. Это показывает, что несмотря на то, что он так делает, это не является центром его эстетики. Фигара начинается в ре и завершается в ре. Так же и Дон Джованни, и так поступают все. Все равно начинается в до и заканчивается в до. Волшебная флейта начинается в ми-бемоль и заканчивается в ми-бемоль. Это не совпадение. И на самом деле, мой коллега, мистер Стептол, утверждал, что каждый раз, когда так поступают все, встречаются ложные эмоции, музыка поднимается на квинту. А когда настоящий спускается на квинту, я бы не удивился, если Моцарт что-то такое планировал, потому что он волшебник в этих вещах. Но с точки зрения этих каденций, там есть конструктивные принципы, которые вы можете рассмотреть здесь. Все же, я оставил самую изменчивую часть всего этого на конец. И я хотел бы перейти к слайду 51, пожалуйста. Сестра Моцарта Наннерль, как я вам сказал, она была очень хорошо обучена как пианист, но она не могла импровизировать. Следовательно, Моцарт, посылая ей концерты, должен был снабдить их каденциями, и, как мы видели, даже с предложенными украшениями. Но в 18 веке, если вы собирались последовательно играть две пьесы, которые не были тесно взаимосвязаны одна с другой, то считалось эстетически неприемлемо переходить из одной далекой тональности в другую. Например, если я решил, что буду исполнять, допустим, сонату ре мажор К311, считалось бы неправильным начать играть, делать так вы бы оскорбили чувства профессиональных музыкантов. Что бы сделал композитор вроде Моцарта, он бы симпровизировал модулирующую прелюдию, которая привела бы нас из одной тональности в следующую. Это как перемещаться между отделами торгового центра на эскалаторе. И это довольно интересная задача, в решении которой Нанерель попросила помощи. Она хотела, чтобы Моцарт написал псевдо-импровизации, чтобы она могла их заполнить и выдать их своей аудитории как якобы импровизированной пьесы. И снова, благодаря этому факту мы обладаем чем-то подобным. Это первая страница трехстраничной модулирующей прелюдии, которая переходит из фа-мажора в ми-минор на этой странице и идет из ми-миноров до-мажор на оставшихся двух. И, следовательно, она может быть использована целиком, чтобы смодулировать из фа-мажора в до, или прелюдия может быть разбита на части, чтобы можно было исполнять пьесы в промежуточных тональностях. Так что это был очень практичный вариант предоставить ей множество решений одной проблемой. Моцарт надписывает сверху наглядную структуру блоков тональностей, трезвучия в до-мажоре, тоника, доминанта и субдоминанта. Далее то же самое в миноре. Это, если угодно, расположение в пространстве. Что он предписывает делать здесь, в этой прелюдии, если вы посмотрите на нее очень внимательно, вы немедленно заметите, что в ней нет тактов. А как много пьес без тактовых черт Моцарта вы знаете? Это в самом деле что-то выдающееся. Но если вы спросите себя, мы знаем, что есть другие композиторы, которые писали прелюди без тактовых черт. Луи Куперен писал их, но он не писал так детализировано в нормальном метроритме. Он просто писал целые минуты и давал исполнителю возможность решать, каковы будут скорость и пропорции. Но был кое-кто, кто это делал, и это был Карл Филипп Манейл Бах, который в последней главе своего «Опыта истинного искусства фортепианной игры» обсуждает свободное фантазирование, которое является импровизацией. Он пишет «Наилучший способ импровизировать фантазию» — это взять басовую линию, в которой есть ясные направления движения, затем надстроить цифровки, которые установят аккорды с ясным тяготением, и затем вы можете навесить шторы вашего воображения на эту прочную гордину. Это может быть чисто виртуозная пассажная работа, либо она может быть тематической. И Моцарт иллюстрирует это в этой прелюдии, которую я вам исполнил, и в сущности он строит ее на этом. В завершении он смог перейти из фа-мажора в мимин, что недопустимо в рамках концерта без подобной связки. И вот как он это делает. Моцарт Если мы перейдем на следующую страницу, то мы увидим, что все продолжается. И совершенно не важно, если вы прервете течение этой прелюдии в этой точке и сыграете пьесу в ми-миноре, и затем продолжите оставшуюся часть прелюдии, потому что этот мотив останется у вас в голове, и вы вспомните его даже через 10 минут. Вот как вы сюда попали, и вот как вы продвинетесь дальше. Моцар написал это в Зальцбурге. И он, очевидно, демонстрировал намерель, как это делается, в наивной надежде, что его инструкции приоткроют шлюз ее креативности, и что она сможет это делать. Перейдем к следующему слайду. Вы видите продолжение этой прелюдии примерно на 6 реплик ниже, но над ней вы видите цифрованные басы. Это пишет Наннерель. И если мы перейдем к следующему слайду, вы видите, на оборотной стороне написаны еще басы Наннерель. А перейдя на следующий слайд, мы видим дословную расшифровку цифровок, которые выписывает Наннерель. И вы видите, что она пишет. Да, она же просто-напросто буксует. В этой музыке не хватает завершенности, креативности и экспрессии. И это показывает, почему ей нужно было попросить брата написать это. И слава Богу, она попросила его. И слава Богу, он написал, потому что мы бы никогда не могли пообразить импровизацию Моцарта, выглядящей и звучащей как то, что мы только что услышали. Итак, вот в двух словах выжимка из множества документов, которыми мы располагаем. И все они, как я и говорил, указывают на центральное место импровизации в творческой персоне Моцарта. Мы видели это в описании Нимичека. И в автобиографии Диттерсдорфа он говорит, конечно, в Вене импровизировали все, но единственный человек, чьи импровизации стоили внимания, как настоящая музыка, был Моцарт. И Моцарт балансирует на грани ясного ощущения структуры с необычайной подвижностью мелодики и пластичностью высказывания. Факт в том, что в его записанных композициях он считает такты. Есть номер в конце первой половины сонаты над двойной чертой, которая обозначает количество тактов в первом разделе произведения, и есть номер тактов в конце части. Зачем Моцарт записывает эти номера тактов, если не из-за пропорциональной иерархии, которая занимает центральное место в его образе мышления? Я закончу формальную часть этой презентации, рассказав вам историю, которую вы найдете показательной в этом свете. Великий исследователь Моцарта Вольфганг Платт, ведущий эксперт по моцартовским манускриптам, он может посмотреть на Беккар или на Диез и датировать его с точности до полугода, основываясь на каллиграфии, того, как они написаны. Видите ли, в тот или иной год он перестал писать Беккар с двумя прямыми углами, он начал писать ее с наклонными линиями, и он такой, «О господи, это потрясающе!» Он в Ауксфорде, и Харлан Тайсон, чей офис находился в Ауксфорде, он провел полную инвентаризацию нотной бумаги, на которой Моцарт писал свои произведения, с одной простой предпосылкой. Если Моцарт написал 8 произведений на этом определенном типе бумаги, и 5 из них датированы, логично предположить, что остальные 3 принадлежат к тому же периоду. И эта довольно обоснованная идея исправила датировки некоторых моцартовских произведений более чем на 10 лет, а это треть его творческой жизни. И поразительная вещь, что в Оксфорде Алан Тайсон работал независимо от Вольфганга Плата в Ауксбурге, и они достигли 95% единодушия в своих датировках. Это фантастический мир экспертов. В общем, доктор Платт обнаруживает себя смотрящим на зарисовки Моцарта, которые исписаны довольно большим количеством музыки. Но там также есть несколько добавленных чисел. А Моцарт был очарован числами. Мы знаем, что он с помощью угля расписывал числами стены и пол, чем доставлял неудобства своим родителям. Конечно, он ни дня не ходил в школу, однако есть черновик, на котором Моцарт развлекается с теорией чисел. Представляете, человек, который никогда не посещал начальной школы, развлекается с числами, у которых по два и по три факториала. Вы думаете, может, у него такое хобби, или он делает это, чтобы лучше писать музыку? Что ж, доктор Платт разглядывал этот листок с зарисовками, и в определенный момент он видит три колонки чисел, которые складываются. Конечно, он заинтересовался, что же Моцарт калькулировал здесь. И быстро он расстраивается. Он думает, как же я могу знать, когда это было 200 лет назад? Он мог записывать доходы от своих занятий. Или, может, пробивал счета за одежду? Или за еду? Я хочу сказать, есть множество вещей, которые он мог делать, что было бы невозможно угадать спустя 200 лет. И он собирался сдаться, когда он внезапно подумал, есть ли что-нибудь из того, что он мог рассчитывать здесь, что я мог бы знать. Количество тактов. Да! Он мог подсчитывать количество тактов. Так, погодите. Там три колонки. И 811 в колонке. Не может быть соната, не может быть симфония или квартет, даже из трех или четырех частей. Девецисмент был бы из пяти или шести, не так много. Опера. Это могла быть опера, верно? Три колонки. Три действия. Погодите. Давайте посмотрим на музыку на этом листе зарисовок. Узнаю эту мелодию. Это пьеса, которую он написал в 1782. Ах, да! В этом году Моцарт написал «Похищение из Сирали», и там три действия. Давайте откроем партитуру. Первое число — Увертюра, второе число — Ария Бальмонта. Бэм! Поразительно, не правда ли? 200 лет спустя у него получилось. Это в сущности поразительно. Плат был гениальным исследователем. Но! Более важным, чем гений Плата, в открытии этого факта, является тот факт, что Моцарт добавляет номера тактов в отдельные пьесы и оперы. Он смотрит, как архитектор. Он изучает пропорции. Эти вещи важны для него в том смысле, в каком не имели значения для других. И это, естественно, означает, что ощущение совершенной легкости, которую мы имеем, слушая его музыку, которая выглядит абсолютно воспринимаемой даже маленьким ребенком, но приводит опытных интерпретаторов в отчаяние. Моя дорогая жена, с которой я постоянно играю в фортепианные дуэты, тайваньская пианистка Яфри Чуан, говорит, что с удовольствием сыграла бы третий концерт Рахманинова десять раз подряд, нежели один раз исполнила концерт Моцарта, потому что концерт Моцарта гораздо сложнее. И это может не быть общепринятой точкой зрения, но те из нас, кто потел на сцене с Моцартом, могут засвидетельствовать тот факт, что он не прощает несовершенство. Итак, завершая свою официальную часть презентации, мне кажется, было бы правильно закончить вечер импровизацией. И импровизация, как мне кажется, чтобы доказать, что это действительно импровизация, должна проистекать от предложений, сделанных моей дражайшей аудиторией, то есть вами. Хочу спросить, может кто-то желает поднять руку и предложить тему, которую вы бы хотели услышать в этой импровизации? Раз уж она будет в стиле Моцарта, я был бы благодарен, если бы это была тема Моцарта, или похожа на Моцарта, или, например, это мог бы быть Гайден или Бетховен, но не верили у вас Виттлз или что-то такое. Это не то, что было бы у меня на уме. Есть ли добровольцы, чтобы предложить тему, которая вам нравится? Ага, вы хотите первые такты К-465? Что ж, я с удовольствием. Конечно, основу всю пьесу на ней так бы, наверное, сам Моцарт не решился сделать. Хорошо, давайте бросим это в микс. Кто еще? Ария разины. Окей. Может, еще одну? Фа-мажор. Очень мило с вашей стороны, ведь Ария тоже в фа-мажоре. Вы знаете, иногда меня уносят далеко, и приходится отделять. В этих обстоятельствах почему бы нам не поставить К-465 в середину? Это, по крайней мере, добавит отношение к пятой ступени. Итак, у нас Ария разины из четвертого действия Фигера, отрывок из диссонантного квартета и главная партия фа-мажорной сонаты К-332. Пожалуйста, пристегните ремни, возможно, вам захочется иметь определенную степень стабильности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok